В законе четко прописано, в чем угроза. Но при этом есть еще один документ, его приняли в 2011 году, он называется «Концепт обеспечения информационной безопасности Казахстана до 2016 года». Это более расширенный документ, где, кстати, очень хорошо прописаны все необходимые угрозы, риски и самое главное, что необходимо сделать. Но в чем проблема? Проблема в том, что документы приняты, но они эффективно не реализуются. Никто не занимается обеспечением информационной безопасности Казахстана на государственном уровне. Об этом кто только не говорит. Эксперты говорят, в этом году медийщики подключились, очень активно эту тему обсуждают. При этом, кстати, не ясно, какая конкретно государственная структура непосредственно несет ответственность за эту сферу. Администрация президента, Комитет национальной безопасности, агентство по связи или информации, которое, кстати, недавно всталили в одно министерство новое. То есть, опять же, возникает вопрос, кто отвечает за информационную безопасность Республики Казахстан? Проблема серьезная. И, кстати, события в Украине очень четко показали, что информационное влияние соседнего государства, мощнейшая пропагандистская работа, она может очень сильно повлиять на стабильность в стране. Потому что Украина показала, если общество изначально расколото изнутри, то не составит большого труда, благодаря внешнему давлению, расколоть его еще больше. Я называю это явление идейным сепаратизмом. Вот в Казахстане мы сейчас наблюдаем идейный сепаратизм, когда наши казахстанские общества сейчас расколут очень сильно. Ну, посмотрите, любая тема, более-менее значимая, тоже вызывает очень большую дискуссию и споры. Тема Украины сильно расколола казахстанское общество, хотя это не наша война. Тема евразийского экономического сообщества сильно расколола общество, есть сторонники и противники, да? Тема государственного языка и так далее. Это является определенным риском, потому что выходит то, что за 20 с лишним лет казахстанское общество не мобилизовано у каких-то идей. Продолжение следует...